Самый популярный вектор распространения фейковых новостей – интернет. Когда информация передается от человека к человеку через мессенджеры и социальные сети, это не только обеспечивает скорость, а еще и порождает доверие. Команда народного контроля будет расследовать сомнительную информацию для того, чтобы казахстанцы не попали на уловки мошенников. Какой ложной информации стоит остерегаться? Расскажем в нашей новой рубрике «Осторожно, фейк». Я приветствую мою коллегу и автора рубрики Шолпан Аймбетову. Шолпан, я приветствую вас в нашей студии. Скажите, пожалуйста, все-таки какой информации нужно верить, а какой нет? Жен-Сая, изучив социальные сети и мессенджеры, на сегодня я нашла три самые пересылаемые и обсуждаемые новости, из-за которых казахстанцы могут не только ввести в заблуждение своих родных и друзей, но и лишиться сбережений. 50 тысяч тенге каждому казахстанцу из фонда поддержки помощи на 2022 год. Такая информация распространяется в мессенджерах и социальных сетях. Начнем с того, что фонда с таким названием в стране не существует, о выплатах ни в СМИ, ни на официальном ресурсе Министерства труда и соцзащиты не сообщалось. Ссылка, по которой предлагают пройти, отправляет пользователя на незащищенный ресурс с опросом. То есть фишинговые ссылки. Таким образом, злоумышленники стремятся заполучить персональные данные пользователей, такие как логины и пароли интернет-банкингов и прочую приватную информацию. Это позволит мошенникам перевезти к себе ваши денежные средства, оформить на ваше имя кредит и совершить многие преступные действия, от которых может пострадать ваш кошелек и репутация. Буквально на этих выходных жители Нурсултана встревожила новость о группе людей, грабящих квартиры. Якобы трое вооруженных мужчин, один из которых в полицейской форме, ходят по столичным квартирам и под предлогом проверки документов грабят жилые дома. Из информации следует, что уже ограблено 17 квартир. Мы обратились в пресс-службу столичного департамента полиции, сотрудники которого заверили, что эта информация не соответствует действительности. Департамент полиции предупреждает граждан, что распространение заведомо ложной информации согласно действующему законодательству наказывается лишением свободы до 7 лет. Доверяйте только официальным источникам. Сотрудниками полиции проводятся по квартирной обходу, ведется проверка документов. При этом стражепорядка представляется и предъявляет служебное удостоверение. Говорят, что дали разрешение оформлять российские номера за 102 тысячи тенге. 102 тысячи тенге. За такую сумму в Казахстане якобы можно переоформить машины с российскими номерами. Голосовое сообщение неизвестного мужчины с этой информацией пересылают в мессенджерах друг другу казахстанцы. Однако такого закона в стране не было и нет. Об этом заверили нас столичные правоохранители. В социальных сетях распространяется информация о том, что за определенную сумму перебивает номера машин. Данная информация не соответствует действительности. Таких фактов в столице не выявлено. Криминогенная ситуация в Нур-Султане стабильная, находится под полным контролем. А я напомню, что за распространение заведомо ложной информации нарушителю грозит штраф в размере до 1 тысячи МРП, а это более 3 миллионов тенге. Также таких слухмейкеров могут привлечь к исправительным работам и даже лишить свободы на один год.